Меня зовут Андрей Шишенко. Добрый день. Рад поприветствовать вас на DevOps Fest. Мой доклад называется «Эффективные CI-CD для AWS Lambda. Функция как сервер» с использованием Serverless Framework и GitLab CI. Меня зовут Андрей Шишенко. Я тим-лид в американской продуктовой компании CreatorAQ. У меня достаточно большой опыт в IT и работаю с AWS. Хочу сегодня рассказать, что такое бессерверные технологии, конкретно AWS Lambda, плюсы и минусы. Как выглядит архитектура бессерверного приложения в AWS? Мотивация. Какие задачи перед нами стояли? Решение, доступное на рынке и их сравнение. Решение, на котором мы остановились. Оптимизация процессов через распределение обязанностей. Еще раз подчеркнуть Serverless Framework с его выгодами. Ну и советы после двух лет использования данного подхода. И полезные ссылочки. Итак, все крупные облачные сервисы на сегодняшний день предоставляют бессерверную технологию Serverless, функцию как сервис. У Мазона это Lambda, у Google это Cloud Function, у Azure просто Function. Но в сути у них абсолютно одно и то же. Облачный провайдер предоставляет полностью готовую среду для запуска только лишь кода. Из плюсов нет инфраструктуры. Нет конкретного сервера, нет конкретной операционной системы, нет конкретных сетевых настроек, нет SSH, не нужно обновлять систему, не нужно следить за ее безопасностью. Только конкретный интерпретатор конкретного языка, только конкретная бизнес-логика. Очень легко. Вставляем код и все, все работает. Очень классно, очень быстро. Он может быть исполнен по ручному вызову или по какому-то любому другому событию. Еще и платишь только за конкретное использование машинного времени. Очень дешево. Еще и встроенная высокая доступность, автомасштабирование, отказоустойчивость. Ничего делать не надо. Даже не нужны ни опсы, ни девопсы. Но, как оказалось, в бочке меда есть банка машинного масла. И судя по всему трехлитровая. Из минусов. Время исполнения функции ограничено провайдером. В Амазоне это минимум 15 минут. И эта технология не подходит для долгобегущих операций. Из-за того, что нет конкретного сервера, реального сервера, некуда подключиться по SSH, подебажить, потрейсить, почитать логи, прям всего, чего только можно. При неожиданном поведении кода. Так как инфраструктура находится полностью на стороне облачного сервиса, то создать локальное окружение, похожее, либо близкое к продакшену, непонятно как, или вообще совсем невозможно. Из-за того, что нет привычных серверов с привычным набором метрик, необходимо менять подходы к мониторингу и алертингу. Из-за того, что инфраструктура не подвластна нам и не всегда работает прозрачно, то непонятна реальная производительность окружения, реальная производительность этой функции и непонятны задержки в работе кода. Речь о зависимости количества ядер процессора, выделяемых в зависимости от количества памяти, и о холодном старте функции при простое больше 15 минут и при деплоре функции в VPC. Из-за того, что бессерверное приложение состоит из разных компонентов и сервисов облачных провайдеров, то зачастую сложно определить реальные зависимости кода, входные и выходные интерфейсы, триггеры и так далее. Рассмотрим более подробно на примере AWS. На слайде высокоуровневая архитектура бессерверного приложения в AWS. Также оно еще называется event-driven приложение, потому что оно не работает постоянно, а запускается только по какому-нибудь событию. Сама функция по себе не может выполнять полноценно бизнес-задачи, так как для работы ей нужны какие-то входные данные, которые служат триггером для ее запуска, и какое-то назначение, куда эти данные будут либо переданы, либо записаны результаты. Источниками могут быть API Gateway, это могут быть либо просто крон, либо очереди, это могут быть другая ламда функция, это может быть создание либо удаление файла в S3 bucket, любой другой интегрированный сервис с ламдой. Собственно, сама ламда, которая производит операции над данными, и она их потом может записать в любую базу данных, например, dnmdb, либо вообще абсолютно любую другую базу по любому протоколу передать. Это может быть сообщение, это может быть очередь, это может быть снова еще одна ламда функция, это может быть запись в S3 bucket, либо любой другой интегрированный сервис с ламда функцией. В Амазоне с ламдой очень много интеграций, и она в принципе создана для расширения функционала практически всех сервисов, которые есть в Амазоне. В моей компании есть определенные конвенции по разработке. Приложения для управляемой нами инфраструктуры имеют определенные подходы и определенные требования, и нам нужно было то же самое разработать для бессерверных технологий, управляемых клауд-провайдерами. Собственно, вопросы, с которыми мы столкнулись, как разрабатывать на локальном окружении, как тестировать, как разворачивать, как придерживаться наших конвенций по GitFlow, по временным окружениям, как мониторить, как расширять бессерверное приложение при добавлении новых частей, как следить за их безопасностью. Попробую ответить на эти вопросы на следующих слайдах. Наша компания придерживается распространенного GitFlow, когда есть ревью демо, либо фичи ветка, которые потом вливаются в story или epic ветку, потом вливаются в мастер ветку, и на мастере основывается staging и production. Разворачивание окружения происходит автоматически при пуши кода в фичи демо ветку. Удаление окружения происходит при удалении фичи демо ветки после успешного либо неуспешного тестирования демо и так далее. Естественно, это не касается production и staging, они не удаляются автоматически, если даются автоматически. Разработка сервера с приложений также должна придерживаться этой конвенции. Также мы приняли, что каждое окружение каждой фичи это полноценное приложение, иначе говоря, stack. Для serverless это набор из API-гейтвея, S3, SKS, S3-бакета и так далее, в зависимости от того, что это. Плюсы такого подхода. Все версии окружения четко изолированы друг от друга и не имеют влияния друг на друга. Разные DNS, разные имена. Именуем по имени ветки. Допустим, DEV от Live и от любой другой фичи отделены полностью. У них разные DNS, разные имена. Легко сразу понять, на какой стадии разработки приложения ты сейчас смотришь. Также это разные триггеры для LAMP. DEV-версии триггеров не могут никак повлиять на production. Вызовы на API-гейтвей и DEV никак не повлияют на production-версию лямбды. И наоборот. Разные потоки логов и разные потоки метрик. Если использовать одно и ту же лямбду просто с разными версиями или алиэсами, все льется в один поток и потом сложно анализировать происходящую ситуацию. Поэтому намного удобнее, когда... Ну, это чисто специфично Амазону. Намного удобнее, когда это абсолютно разные версии LAMP и API-гейтвей и остальных составляющих. И они пишутся в отдельные лог-группы. И намного проще потом разбираться, особенно когда лямбда имеет несколько версий и длинную историю существования. Также это удобно из-за того, что есть лимиты на параллельные запуски и троттлинг. Точно так же нагрузка на деф-версию или там стейджинг-версию при нагрузочном тестировании никак не заэффектит, не окажет влияния на лайговую версию лямбды. Точно так же очень удобно разграничивать по IAM правам доступа. Деф-версия лямбда, лайф-версия лямбды, стейджинг-версия лямбды должна иметь свою личную IAM роль. Тем самым можно точно так же распространение изменения прав доступа протягивать через тот же самый флоу разработки и при этом никак не оказывая влияния на продакшн и проверяя это как минимум в трех местах. Это в деф-ветке, в стейджинге и в продакшне. Но такой подход имеет один минус. Увеличение количества ресурсов, создаваемых в облаке. Каждая стадия разработки требует свой стэк и свой набор ресурсов. Единственный плюс, в этом есть тоже свой плюс, за счет того, что в основном почти все сервисы, используемые в бессерверном приложении являются бессерверными. И мы платим не за то, что они созданы, а только в тот момент, когда они используются. Раздеплоив деф-версию API Gateway, фичи-версию API Gateway с лямбдой и с S3 bucket и не запуская, мы ничего не будем платить. Мы просто будем иметь созданные ресурсы. В принципе, с этим тоже можно легко спровняться. Чуть дальше я расскажу, как. Вот схема CICD pipeline, принятого у нас для всех проектов. Код, независимо от платформы, должен проходить все стадии. Для бессерверного приложения это точно так же актуально. Должны быть тесты, которые запускаются локально. И при успешном проходе код может попасть в удаленный репозиторий. Далее он будет собран на билд-сервере и снова протестирован. При успешном тестировании он будет деплоен в облако. Будет проведено интеграционное и функциональное тестирование. Он будет окружен мониторингом, алертингом. И в зависимости от тридеров или неуспешности прохождения какой-либо из стадий все будет возвращаться в начало. По сути, обычный стандартный флоу. В итоге бизнес и менеджмент пришел к отделу двоц-инженеров с вопросов. Как мы можем соответствовать всем нашим конвенциям, при этом действовать эффективно, не терять преимущество без серверных технологий и не увеличивать тайм-то-маркет. Сначала мы хотели написать все сами, но одумались и посмотрели на уменьшися решения. У нас уже был в стейке технологий Jenkins для CI, GitLab, но мы в нем хранили только код. И разворачивали мы инфраструктуру с помощью Кераформа и Клаудформейшн. Мы рассмотрели технологии на трех этапах разработки. Это локальное окружение, постоянная интеграция и разворачивание. Далее мы рассмотрим немного подробнее каждый этап. На этапе локальной разработки мы обратили внимание на проект LocalStack. Он интересен. Он позволяет эмулировать на локальном окружении большую часть инфраструктуры Амазона. По сути это МОК. Ничего не нужно создавать, можно на локале запустить этот LocalStack, который состоит по сути из большого количества докер-контейнеров и делать туда запросы. Но он оказался очень прожорливым по ресурсам и очень комплексным для поднятия конфигурации и уже нужно было поддерживать просто этот один LocalStack, не говоря уже о бессерверных технологиях и мы от него отказались и остановили свой взгляд на двух технологиях AWS Sum и Serverless Framework. AWS Sum решение от Амазона Serverless Framework open source приложение написано на Node.js. Они оба являются обертками на CloudFormation, но предоставляют описание кратко в Ямл-формате, более удобно читаемом Ямл-формате. На слайде примеры функционала командной строки для того и другого решения, они в принципе выглядят одинаково. Они оба могут инициализировать проекты с шаблона, могут устанавливать зависимости, могут собирать проект, могут деплоить его в облако, могут эмулировать запуск лямбды на локальном окружении, могут эмулировать API и gateway, могут забирать логи, могут забирать метрики из клауда. Удобно. Но у Serverless оказался один козырь. Это плагины. На данный момент их значительно больше 200 и они позволяют делать сложные вещи простыми. Чуть дальше я снова расскажу как именно. Второй этап это Continuous Integration, постоянная интеграция. Как я говорил, мы храним код в GitLab, поэтому рассматриваю именно его. Но решение подходит для любого сервиса со встроенным CI, будь то GitHub с его actions или AWS код commit с его код pipeline, либо еще какое-нибудь другое решение, которое максимально интегрировано в хранилище репозиториев, Git-репозиториев, которое максимально интегрировано с Continuous Integration. В таблице количество шагов необходимое для подключения CI к проекту. Слева в случае, если это GitLab с Jenkinsом, когда GitHub с Jenkinsом или два раздельных движка для хранения GitHub в правой части, когда это один общий движок. В данной ситуации это GitLab CI, нам нужно просто добавить GitLab CI YAML описанием YAML пайплайна к проекту и он начнет работать. На первый взгляд разница не так уж и велика, но когда мы начинали свой путь, у нас было уже 100 репозиториев для LAMP и эту работу нужно было умножить как минимум на 100. На данный момент у нас уже 300 репозиториев и оптимальный выбор очевиден. Нам нужно полноценно интегрированный инструмент. Третий этап это разворачивание. Деплой он был у нас самый спорный. Все любят Terraform, много чего развернуто им. Что-то развернуто CloudFormation по определенным обстоятельствам. Но давайте посмотрим на Serverless. Он уже хороший кандидат, потому что он победил для локального окружения. Плюс Serverless по сути обертка на CloudFormation как и AWS сам, но он сделан для людей. Плюс с помощью одного и того же YAML файла Serverless YAML описывает инфраструктуру для облака. Мы можем точно так же эмулировать окружение локально и разворачивать его в облаке одновременно. Один и тот же файл ничего не надо менять. И для локального окружения и для разворачивания в облаке. На слайде первичное описание слева Terraform справа Serverless в принципе выглядит практически одинаково. Но самое интересное начинается когда нужно сделать что-то сложнее и намного больше чем просто задеплоить одну функцию. И тут приходят Serverless плагины. На слайде описание такого функционала. Автоматически устанавливать Python requirements из requirements txt для Python проектов. Добавить коммит имя ветки имя репозитория в переменное окружение лямбды чтобы легко было понять какой она версии и откуда раздеплоена. Управлять количеством хранимых версий лямбды в Амазоне и их желательно хранить две вот с помощью указания prune я чуть позже поясню почему именно две нужно хранить. И организовать мониторинг прислать алерты в случае только лишь для лайф окружения с именем лайф в случае если функция длится дольше 25 секунд если происходит троттлинг функции если есть ошибки вызова и слишком частые вызовы. сервер лес это 24 строки в terraform это больше 100 и некоторый функционал в принципе там невозможен например хотел отдельно остановиться по поводу двух функций хранения хранения двух функций в облаке при деплое лямбды Амазон постоянно хранит слепки всех состояний когда-либо задеплоинного кода он просто их нумеруют от одного до бесконечности один два три и так далее есть вариант вообще не хранить соответственно мы экономим место так как каждая версия лямбды занимает какое-то место и на это место как ни странно есть лимит это 75 гигабайт естественно мы уже уперлись в этот лимит 75 гигабайт и поэтому мы занялись этим вопросом начали попробовали не хранить версии функций и на высоконагруженных лямбдах при деплое новой функции мы почувствовали даунтаймы потому что лямбда не может переключить трафик бесшовно между двумя версиями потому что их просто нет версия всего одна поэтому для высоконагруженных лямбд нужно хранить две версии и мы это легко решаем с помощью плагина и его настройки терраформ это не умеет вот еще один интересный момент здесь описаны функция с ее параметрами вызов хендлера описание размер памяти тайм-аут количество параллельных запусков интересный момент составляет 58 строка мы здесь забираем данные доступа к третьистороннему сервису секрет по сути API ключ который должен храниться отдельно не должен храниться в коде здесь мы его забираем из специализированного AWS сервиса SMM SSM я извиняюсь мы здесь запрашиваем ключ с именем API key и с помощью true мы указываем что он зашифрованный мы в одну строку входим в третьисторонний сервис забираем конкретный параметр и расшифровываем его и вставляем в переменное окружение в ламбде в одну строку очень просто очень легко снова с помощью встроенный функционал даже в сервер лес дальше идет описание API gateway 4 строки его вызов его PES и то что должно быть в стандартной настройке CORS дальше описание идет вызов два типа крона я просто для примера их сюда добавил что очень легко описать как вызывать по крону либо каждые 2 часа либо каждые 12 часов в итоге эти 15 строк заменяют снова больше 100 строк терраформа да на многое на многое есть терраформ модули да можно самим писать терраформ модули но это нужно писать нужно поддерживать нужно искать варианты но аусервис это уже все есть и описывается в одну строку вот скриншот веб-интерфейса лямбда функции в Амазоне магия от плагина git variables здесь мы видим полный шагомит краткий шагомит репозиторий из которого раздеплоено имя ветки очень удобно очень удобно особенно когда у тебя несколько сотен лямбда функций и имена не совпадают с именами репозиториев очень удобно заходишь открываешь и понимаешь что откуда взялось и что с ним делать особенно когда происходит что-то непонятное вот пример описания CI pipeline для GitLab CI я специально убрал здесь стадии тестов проверок и так далее хотел остановиться именно на деплое здесь в принципе стандартное описание YAML у многих других CI описание подобное поэтому я не хотел бы на нем зацикливаться и хотел бы просто вот конкретно показать магию снова от серверлеса в момент деплоя мы говорим серверлес деплой и со стейджем мы указываем забирая имя ветки мы создаем окружение с именем ветки нам не нужно делать ни API ни pip install за нас это делает плагин снова в одну строку происходит деплой и через фичу GitLab мы регистрируем здесь окружение снова с именем и при удалении этой ветки вызывается stage cleanup env и он удаляет наше созданное окружение с помощью одной простой команды sls remove stage name здесь вот триггеры на определенные именно веток у нас конвенция что мы создаем окружение только из веток с префиксом env либо с префиксом live это лишь наша конвенция она может быть у каждого любая просто легко раздеплоили потестировали смержили код в нужную ветку удалили просто легко прозрачно итак выбор очевиден у нас есть два простых инструмента для эффективной реализации нашего git flow и cd pipeline это serverless framework и gitlab.ci мы разрабатываем на локальном окружении мы тестируем разворачиваем в облаке удаляем ресурсы одним и тем же инструментом максимально интегрированным с хранилищем кода здесь вместо gitlab cim может быть в том числе github с github action либо что-нибудь что тоже интегрировано максимально с cim еще раз хотел так сказать подытожить и показать киллер фичи serverless фреймворка очень легко создавать и удалять все ресурсы автоудаление автоподержание определенного количества версий лямбды в клауде легко забирать и хранить секреты из специализированных сервисов будь то AWS SMM или Secret Manager есть проблема холодного старта функций и есть на это плагин который занимается разогревом авто warm-up плагин есть такой авто кенри релиз и роллбэк встроенный легко засунуть в переменные окружения гид-параметры легко писать бизнес-логику не заморачиваясь об инфраструктуре и можно даже писать бизнес-логику не делая упор в конкретную инфраструктуру здесь ниже ссылочки на полезные плагины дальше в конце презентации будут еще большие ссылочки просто вот хотел еще раз сделать акцент очередной раз акцент на плагинах есть удобная страничка с рейтингами с ссылками на репозитории поиск удобно легко найти и посмотреть как часто и как как часто пользуются этим другие и в каких кейсах и почитать отзывы и так далее хорошая большая комьюнити очень очень нравится так как двопс это не только об инструментах но и о людях и их взаимодействии то для ускорения разработки в каждом проекте мы распределили обязанности разработчик ответственен за первичную версию серверлес YAML то есть описание лямбды run time memory зависимости и так далее то что ему нужно это может быть несколько лямбда функций объединенных в один сервер YAML и так далее инициализационную первичную версию пайплайна GitLab CYAML он легко пишется он прозрачный простой легко составить разработчики с этим справляются без проблем и за юнит линк тесты ответственные разработчики девопс ответственный за верификацию конечного варианта сервер вариант GitLab CI за правильно выданные EAM роли и за приготовленные рангеры на которых это будет собираться тестировщики ответственные за функциональные интерграционные тесты для старта разработчику не нужно ждать всегда занятого девопса все реализуется через меж или пул реквесты и код ревью поэтому деплой без контроля не пройдет разработчик не запушит то что не нужно и что мы в итоге на данный момент сейчас имеем у нас около 300 репозиториев у нас больше 600 лямб у нас больше 130 API GitVF у нас больше 150 очередей про S3 бакеты я вообще промолчу при этом у нас 3 девопса которые заняты другими задачами не потому что они не могут или не хотят потому что нет в этом необходимости мы сделали понятные инструкции мы сделали шаблоны CICD и серверлес ямлов для разработчиков как итог разработчики сами могут обслуживать свой проект им нужна только правильная ям роль от девопса и иногда его консультация что не занимает больше 5-10 минут разработчикам не нужно долго ждать девопса для создания сбора проектов для описания инфраструктуры терраформом потому что чаще всего разработчики не очень хотят вникать в терраформ для описания для описания обычных проектов не серверлес для подготовки локального окружения для описания инфраструктуры описания CICD в комплексных проектах у нас может уходить от 1 до 3 недель времени девопса то есть разработчик не может трех недель ничего сделать а тут все уже есть ждать ничего не надо при таком подходе разработчики лучше понимают эксплуатацию своего продукта и несут в полной мере за него ответственность это ведь и есть самый настоящий девопс коллаборация разделение ответственности распространение знаний автоматизация эффективность решений а вот мои советы что лучше делать а что лучше мне делать обязательно нужно мониторить мониторить конкурентность вызовов параллельность это дает понять что функция начала вызываться слишком часто могут быть любые причины либо неправильно настроенные триггеры либо увеличившаяся нагрузка либо увеличилось количество вызовов со стороны клиентов либо клиентов стало больше об этом тоже важно узнать заранее потому что это может привести к непоправимым последствиям важно мониторить длительность дает понять что функция начала выполняться дольше обычного и нужно искать причины это может быть увеличившееся количество входных данных она не успевает их обработать это может быть увеличившиеся задержки каких-то зависимостей допустим если он уходит в какую-то базу данных то база данных может начать тормозить троттлинг дает понять что функция начала вызываться чаще чем ожидалось и это снова может быть либо увеличившийся поток клиентов либо это может быть случайно завернутая функция сама на себя через триггеры мы с таким сталкивались когда мы обрабатывали события в S3 Bucket и писали в тот же S3 Bucket и получилось что была всегда функция зациклена обязательно естественно мониторить out of memory timeout ошибки в логах хотел еще отметить важный момент стоимость важный момент данные очень дешевые платишь только за непосредственно их вызов и обработку данных но при неправильно построенной архитектуре при неправильном использовании они могут оказаться дороже чем обычная виртуалка и могут съесть ваш бюджет внимательно это легко настраивается через баджеты в Амазоне еще хотел отметить Dead Letter Queue есть такой хороший механизм мертвая очередь если ваша лямбда упала по какой-то причине не выполнив свое предназначение можно включить мертвую очередь и туда будет отправлен ивент по которому была вызвана лямбда и лямбда снова стригерится на мертвую очередь и этот ивент будет обработан обязательно для важных для отказоустойчивости и для важных операций включайте мертвую очередь и мониторьте ее это поможет вам понять что что-то идет не так что идут повторные вызовы что лямбда падает еще есть совет по нотификации если у вас много лямбд и много разных команд которые их разрабатывают делайте разные списки рассылки делайте разные пороги сработки именуйте тематические списки рассылки именуйте тематические проекты это уменьшит шум в ящиках почтовых ящиках разработчиков и поможет правильнее и эффективнее реагировать на алерты вот еще набор советов серверлес по умолчанию деплойт API типа edge у амазона есть такой тип это означает что API гейтвей создается во всех edge location то есть как CDN как cloud front их можно создать не больше 120 на аккаунт это ограничение от AWS и его никак нельзя изменить и да естественно мы уже уперлись в этот лимит есть второй тип API гейтвей их можно деплоить 600 на регион но чтобы это сделать нужно явно указать это в сервер ямл конфиге указав type regional API gateway это в принципе легко сделать но нужно об этом знать по поводу S3 бакетов серверлес по умолчанию на каждую функцию на ее деплоймент создает свой S3 бакет по умолчанию поведения где хранит все необходимые для деплоя файлы и их состояние через время вы обнаружите что бакетов очень много и это неудобно поэтому задавайте в конфигурации конкретно выделенный бакет для серверлеса и деплоя серверлес без проблем обслуживает сотни лямб с помощью только лишь одного бакета так как бессерверные приложения зачастую распределенные используйте трейсинг например от амазона AWS X-Race или популярный Yager они реально помогут понять где начинаются задержки особенно когда увеличивается время выполнения функции тротлинг и так далее очевидно но факт не храните данные доступа в коде все об этом знают но проблема вечная и постоянная используйте для этого специально выделенные сервисы будь то Vault будь то Secret Manager что угодно давайте каждой лямбде уникальную роль с минимальными permission потому что лямбда это функция которая где-то исполняется и имеет доступ ко всем другим сервисам в Амазоне и с помощью лямбды она может ой извиняюсь с помощью и Амроли которая к ней присоединена она может и создавать и удалять другие ресурсы чтобы не произошло несанкционированного поведения вашего кода и несанкционированного изменения других ресурсов давайте минимально необходимые разрешения и Амролям и лямб применяйте лучшие практики для лямб есть известные проблемы и есть известные решения точнее советы как правильнее пользоваться лямбдами например если давать лямбде памяти больше 1.8 гигабайта у нее появляется второй виртуальный процессор время выполнения становится значительно быстрее и при этом несмотря на то что больше памяти стоит дороже суммарное выполнение функции становится дешевле об этом тоже нужно знать и это написано во всех best practice для лямбды точно так же у лямбды есть холодный старт при простое больше 15 минут то есть лямбда стартует чуть медленнее чем обычно и есть особенности работы если лямбда задеплоена virtual private cloud в vpc для доступа к приватным вашим ресурсам в момент передеплоя или удаления лямбды может занимать до 45 минут и это официальная данная тамозона это пока что специфика и плюс есть особенность по работы с elastic network интерфейсами в такой ситуации их количество строго ограниченное при использовании vpc их количество вызовов тоже ограничено это не очевидно мы с этим столкнулись учитывайте это при больших нагрузках при больших нагрузках это несколько сотен вызовов в секунду так следующий пункт используйте плагины serverless framework очень удобно просто делает сложные вещи простыми очень много популярных сложных проблем уже решено с помощью плагинов если вы с чем-то столкнулись сначала посмотрите на плагины скорее всего уже другие люди это решили с помощью плагинов и так как serverless это популярный open source проект с большим комьюнити то вы можете сами даже написать свои плагины их распространить и люди будут пользоваться вашими наработками также есть если у вас проект становится комплексный из лямбд вам нужен какой-то оркестратор у амазона есть сервис step function он позволяет управлять зависимостями между функциями между очередями между контейнерами даже и еще несколькими сервисами он строит между ними зависимостями и строит флоу работы при разном поведении и визуализирует это тоже удобно тоже наглядно можно описать в DSL полноценный флоу большой относительно большого приложения и это будет наглядно и понятно но надо учить этот очередной формат описания он специфический и достаточно сложный для понимания еще один момент не используйте монорепу для лямбд мы попытались вот как бы вам не хотелось накидать кучу мелких лямб состоящих из одного файла или маленькой библиотечки в один репозиторий для надежды облегчить хранение и понимание кода не делайте мы попробовали и страдаем у нас есть один репозиторий он содержит 9 лямб еще кучу другого кода скрипты крон задач какие-то дополнительные библиотеки некоторые папки содержат несколько serverless ямл с разными именами а еще некоторые вообще нигде не используются очень сложно сформировать триггеры для сборки только одного компонента одной лямбды из этой монорепы сложно отследить если одна лямбда в стейдж сборки зависит от другой и если падает то что вообще не собирались билдить и публиковать сейчас вообще становится грустно ну и плюс время билда неумолимо растет может занимать десятки минут в зависимости от количества пакетов в лямбде вот предсказание от ванги если будете использовать serverless то ваша инфраструктура будет выглядеть вот так красиво структурировано прозрачно с зависимостями но это не точно еще хотел отметить что serverless поддерживает не только AWS но и все крупные облачные провайдеры тем самым его можно использовать для cross-cloud деплоев это все описано у них в документации полноценной очень легко и понятно вот набор ссылочек на инструменты которых я говорил в презентации есть ссылочка на local stack на secret manager на stack function на описание hitlapse описание самого serverless и на его плагины если вам понравилось можно зайти почитать посмотреть у меня все спасибо за внимание готовы ответить на ваши вопросы надеюсь вам понравилось андрей спасибо за ваш доклад было очень интересно и познавательно надеюсь ребят вам тоже ребят пишите ваши вопросы в чат есть комментарии лучший доклад на сегодня андрей поздравляю вас спасибо пока вы ребят пишите ваши вопросы я хочу рассказать про то что у нас будет происходить в этом перерыве мы сейчас будем повторять кахут от компании инфопульс у нас были некоторые технические сложности с задержкой трансляции во время прошлого кахута сейчас мы это все исправили увеличили время ожидания на каждый вопрос до одной минуты то есть по идее все технические моменты должны быть решены вот поэтому мы призываем вас участвовать также вопросы будут дублироваться в текстовом режиме в чате первого трека вот поэтому регистрируйтесь может быть вам повезет вопрос есть Андрей в чатике для вас вам не кажется что вы сильно нагрузили своих девов ну есть есть много разных мнений в том числе девопс придумали разработчики чтобы меньше работать и есть другие обратные мнения что девопс наоборот призван для того чтобы все участники процесса и команды были вовлечены в процесс разработки и несли понимание и ответственность за то как работает всеобщий продукт то есть все суммарно направлены на общий успех и мы не нагрузили разработчиков разработчики не сидят там часами не разбирают как работать с серверлесом или как писать GitLab все Ямл на это есть две инструкции состоящие там суммарно из трех листов с примерами и с шаблонами и есть отдельно шаблоны которые потом ребята просто форкают в смысле GitFork делают и продолжают разрабатывать в своих проектах девелоперы абсолютно не перегружены от этого они наоборот вовлечены в процесс и полностью понимают что они делают и что они делают в клауде потому что сегодня я слушал другие доклады говорилось о том что разработчики очень часто не понимают как их код работает где-то кроме как у них на компьютере и это реальная проблема вот здесь вот здесь с помощью такого разработчики вовлечены и уже несут ответственность за то что находится в продакшене спасибо за ответ друзья вопросов в чате больше нет если у вас все еще остались вопросы и вы хотите задать их Андрею лично пожалуйста подключайтесь в Q&A Zoom Room и трека 2 вот Андрей там будет буквально через пару минут и вы сможете задать эти вопросы сами в аудио-видео формате